На Урале тягач столкнулся с автобусом, перевозившим артистов с гастролей. Две актрисы погибли, их 21-летний коллега получил ранение и находится в больнице. О трагедии, произошедшей в ночь с субботы на воскресенье на севере Свердловской области, рассказал начальник региональной полицейской пресс-службы Валерий Горелых. Тревожное сообщение о случившемся поступило в дежурную часть полиции в 23 часа от фельдшера бригады скорой помощи. ЧП произошло на 289-м километре автодороги Екатеринбург-Серов. По предварительным данным, водитель грузовика выехал на полосу для встречного движения, где допустил столкновение с автобусом, который двигался также во встречном направлении. Тягач принадлежит Кушинскому молочному предприятию. Он возвращался в свой город из Серова, без груза. Автобус перевозил из Первоуральска в Краснотуринск группу артистов, находившихся на гастролях. В результате аварии получили несовместимые с жизнью травмы и погибли до приезда скорой помощи два актера, находившихся в салоне автобуса. Это женщины 1985 и 1997 годов рождения. Еще один их коллега, мужчина 2001 года рождения, с травмами доставлен в районную больницу. В результате столкновения с молоковозом погибла 37-летняя Кристина Шварц и 25-летняя Юлия Арбей. Обе они были актрисами Краснотуринского театра «Кукол». Эта фотография была сделана за три дня до трагедии, когда труппа Краснотуринского театра отправлялась с обменными гастролями в город Первоуральск. В зеленой шапочке Кристина, Юлия за ней в красной шапке. Рядом с Кристиной 21-летний Егор Старцев, тот самый, который получил ранение в ДТП и сейчас находится в Новолялинской городской больнице. Всего в автобусе находилось 16 артистов. Вот что рассказал Егор, журналистами Катеринбургского городского портала «Я-1». Мы закончили гастроли в Первоуральске с спектаклем «Малыш и Карлсон». Публика нас принимала очень хорошо, дарили цветы, подарки. Поздним вечером, около 10 часов вечера, может быть, раньше, мы сели в наш пазик и поехали домой. По-моему, в автобусе все спали. По крайней мере, я точно спал. Проснулся от удара о стенку автобуса. Потом меня стали выводить из салона, и я увидел двух людей на полу автобуса. Как позже выяснилось, водитель фуры выехал навстречу. Возможно, он уснул. Наш водитель пытался избежать столкновения лоб в лоб, стал выруливать, но тягач «Ман» все равно ударил в бок наш пазик. «Кристина и Юля были лучшими людьми, которых я знал. Больше мне нечего сказать», — сообщил Егор. За рулем тягача «Ман» Ти-Джекс с термическим полуприцепом «Когель» находился 51-летний водитель, сотрудник ООО «Молочная благодать». Мужчина имеет 28 лет водительского стажа. Во время ДТП он был трезв, это подтвердило проведенное на месте аварии медицинское освидетельствование. По словам виновника трагедии, в субботу около 6 часов вечера он выехал из Кушвы в Серов с грузом молочной продукции. После разгрузки выдвинулся в обратный путь около 10 часов вечера. Что стало причиной потери ему управления и выезда на встречку, правоохранители не сообщают. В пазе находилось 16 человек, все они были пристегнуты ремнями безопасности. Водительский стаж шофера автобуса составлял 9 лет. После столкновения четверо актеров уехали с места ДТП на попутках. Десятерых доставили в Новую Лялю для осмотра. Госпитализация потребовалась одному 21-летнему артисту. У него диагностирована рана волосистой части головы, а также травма шейного отдела позвоночника. Остальных артистов-кукольников из Новой Ляли в Краснотуринск забрали их родственники на личном транспорте. Помимо следствия управления ГУВД, расследование этого трагического происшествия взяла на контроль прокуратура области. Обе погибшие девушки были замужем. Кристина же, кроме этого, воспитывала сына, которому в середине сентября исполнилось 10 лет. Председатель Союза театральных деятелей России, народный артист России Александр Калягин направил в адрес театра обращение. Цитата. Кристине было 37 июля 26. Вся жизнь была впереди. И как нелепо, жестоко она оборвалась у двух талантливых, ярких, красивых, чудесных людей, наших коллег, которые дарили людям только радость. Какое огромное горе, как тяжело, как невозможно его пережить. У них были семьи. У Кристины остался сын. Краснотуринский театр «Кукол» сегодня потерял двоих коллег. «Артист Егор Старцев с травмами доставлен в больницу. Дай бог, чтобы артист восстановился. На это потребуется много времени, сил, терпения. Я знаю, никакие слова утешения не помогут. Не вернут родным, близким, коллегам Кристину и Юлю. Память об этих прекрасных юных актрисах останется навсегда в сердцах всех тех людей, кто знал их и любил. Светлая память». Конец цитаты.